Приветствую вас, дорогущие друзья! Сегодня понедельник, и сегодня я подвожу итоги первых опросов на моем канале. Если вы активно следите за моим каналом, то вы в курсе, что я стал публиковать новости. Колоссование, расписание стримов, все это вы найдете во вкладке сообщества. Если у вас есть колокольчик, то они будут приходить вам даже на смартфон. Если вы там залогиньтесь под своим аккаунтом YouTube. В общем, что хочется сказать. Это тотальная доминация одной позиции почти по всем опросам. Первый опрос, который я проводил, был 6 дней назад, почти неделю. Поэтому я каждую неделю буду подводить итоги. Я надеюсь, что вам это понравится. Видосов будет больше, стримы никуда не денутся, их станет чуть поменьше. Зато вернутся видосы. Я надеюсь, что я нашел идеальный баланс. Если же нет, пишите в комментариях. Будем с вами находить его лучше. Первый опрос, который я проводил, это какую игру мы будем проходить сразу после Left 4 Dead 2 на стримах. Было 5 вариантов ответа. И, собственно, тут я не удивлен. Потому что, естественно, побеждают игры, которые наиболее зрелищные. И поэтому на первом месте после 89 голосов всего было отдано за ваши варианты. И первое место с огромным отрывом, почти в половину 44% за Макс Пейна 3. Вот так. Ну, собственно, мы прошли. Вчера это было очень мощно, очень здорово, очень ядрено. Пожег я там нерв. Проходил я на хардкоре. Если вы еще этого не видели, посмотрите. Особенно последний стрим. Я думаю, что он вам зайдет. И вы захотите посмотреть, что же было сначала. Второе место занял Ведьмак. Третий. Собственно, видосы по нему я буду заливать. И остался там еще один видосик, который я уже отрендерил. И залию его, скорее всего, либо завтра, либо послезавтра. Надеюсь на то, что мы к Ведьмаку вернемся уже в формате стримов. Вот он занял второе место. Третье место занял Silent Hill. Ох, как бы мне хотелось пройти с Silent Hill. Но пока он что-то не побеждает. Третье место это совсем неутешительно. Четвертое место Deus Ex. Это игра, за которую топил Серега активно. Он очень ее нахваливал. Это мой капо, кто не знает. Блин, кто не знает Серегу уже, в конце концов. И игра 13. Видимо, мало кто про нее знает. Поэтому за нее проголосовали всего 7%. Грустно. Очень классная игра. Хоть она и мультяшная такая. Но и кшончик, и сюжет там. Ой-ой-ой. Единственный минус, что лицензионную версию 13 найти крайне сложно. Вот. Идем дальше по опросам. Что у нас? Второй опрос я уже решил провести. Какую? Модификацию мы вместе с Серегой сможем обозрить на стримах. И тут уже прямо битва не на жизнь, а насмерть была. Но я сильно удивился, когда узнал, что победил мод геймер Антона. Я уповал, был просто почти на 100% уверен в том, что победит ЛФ Барс. Но так и нет. Каково было мое удивление, когда захожу и вижу, что лидирует Сити Гангстер Мод. И они с приключениями Тосис и Томми вот прямо на виражах готовы обогнать друг друга. Собственно, на Сити Гангстер Мод вы стрим можете увидеть. Даже вышла нарезка от Сержа Мельхиора, который опубликовал ее на своем канале. Даже в паблике у меня есть ссылочка. Так что, если не всмотрели стрим, рекомендую. И также, друзья, мы с Серегой говорили на этом стриме, что если наберется на нем 70 лайков, мы по-любому будем проходить приключения Токсиста Томми. Набралось 68 лайков, 2 человека. Зайдите, поставьте лайк, и мы будем проходить приключения Токсиста Томми уже следующие. Вот. Собственно, он занял второе место, поэтому логично. А ЛФ Барс, который я был уверен, что победит, занял лишь третье место. А ЛФ Мод едва-едва не догнал его. 14%. За Этерну проголосовали всего 6%. И я их понимаю, потому что мод, конечно, хороший, но для стрима он не подходит совершенно. 78 голосов. Тут, увы, поменьше, чем на первом голосовании. Дальше идем. Опрос. Тут уже 85 человек приняли участие. Это уже приятно. Дорогие друзья, я хочу узнать ваше мнение. Какой сюжетный мод по мафии из перечисленных вам нравится больше? Это первый вопрос, в котором мне было интересно узнать ваше мнение. Тут уже не идет спрос о том, что стримим, что обозреваем. Тут вот просто и тотальное преимущество за историю Полли. И тут я вас прекрасно понимаю, потому что если бы можно было голосовать и автору, я бы, естественно, тоже отдал истории Полли. Причем эта история Полли, Мельхиор мне спрашивал в комментариях, именно польская. Он наверняка подумал, что это я про его творение. Но, увы, нет. Русская история Полли не дотягивает до уровня польской. Второе место с результатом в 13%. Кошмары Томми. Тут вот прям было такое удивление, потому что я был уверен, что второе место займет Сабмишн Пэк от Кайзера. А тут Кошмары Томми таки вырвались. Но преимущество было всего на 2%, поэтому незначительно. Сабмишн Пэк 11%. Процент голосов занимает третье место. А вот Приключение Сары, которое я недавно проходил на стримах, на которое я делал обзоры. Довольно хардкорная вещь. Четвертое место 6% голосов. И Мельхиор от Сафарика занимает пятое место 2% голосов. Это очень печально. На него я тоже делал обзоры и делал прохождение на стримах. Ну, скажем так, конечно, не дотягивает до уровня сабмишн Пэка. Хотя, чисто для новичков, которым важно комфортно проходить, сохранить как можно больше нервов, миссия он Пэк подходит лучше, чем сабмишн Пэк. Потому что сабмишн Пэк это уровень прям лютых хардкорщиков. Поэтому, ребята, если вы не обладаете большим запасом нервов, то лучше, конечно, к сабмишну пока не прикасаться. Следующий опрос. Это довольно-таки курьезный опрос. Я решил поприкалываться. И я думаю, что вам он понравился, как и мне. Доброе время суток, дорогие друзья. Новый ежедневный опрос. Какой персонаж, по вашему мнению, заслуживает Оскара за эпизодическую роль? И удивительно было видеть лидером Лысого из отеля. Ну, Лысого из отеля, вы же помните, да? Четвертая глава Мотель Кларка. Какой-то ублюдок с портфелем выбегает из офиса с портфельчиком, набитым деньгами нашими, собственно, которые мы должны были получить за крышу. Он угрожает Томми и угрожает Сэму, который уже и так был избит до полусмерти. И он реально отыграл прям хорошо. Прям ему верилось. Прям видно, что бандюга-то матерый. Ему некуда деваться было, если бы вы, конечно, прострелили, сбили колесо с оси. То ему реально не было бы куда деваться. Ну, вы же этого не сделали, да? Вы хотите хардкора. И у Лысого из отеля получается заслуженное ли первое место? Сложно. Очень сложно. Можно было бы, конечно, добавить еще список менеджера из главы Путана. Он там прям... Кто? Кто послал тебя? Зачем? Ну, я про него вспомнил в самый последний момент, когда уже опрос был наполовину проголосован. Заголосован, скажем так. Поэтому как-нибудь вернем менеджера в других голосованиях. 43% Лысый из отеля. На втором месте матрос с ведром. Ну, фактически он с ведром не был. Он просто говорил нам то, что бери ведро и чисти блевотину. Что он оставалось делать? Прямо таких актерских данных он совершенно не показывал. Поэтому удивительно, почему он занял второе место. Удивительно, почему за него голосовали. Видимо, он чертовски обаятельный показался нашим зрителям. Ну, вот. А уже третье место. Там разрыв со вторым. Прямо большущий. Ну, на третьем месте. И на четвертом. Третье и четвертое место. Разделяют домохозяйка прокурора. Негритянка с 11 миссии. И Мишель, которая купалась в пене. Опять же, в главе путана. Ой, но я думаю, что все-таки Мишель как бы чуть-чуть получше отыграла жертву. Что она спасала своего брата, чем домохозяйка, которая была напугана и пыталась позвать охрану. Охрана уже наверняка была перевида. Если вы так поступили. Вот. А Дик. И еще меня зовут Большой Хрен. Жалко было Большого Хрена. Но он удосужился всего лишь набрать 8% ваших голосов. Грустно, братцы. Грустно. Надеюсь, что дальше будет больше. Дико мы обязательно добавим еще в одно голосование. Так. Что мы идем? Видим дальше. Дальше. 57 голосов всего на всего. Ну, видимо. Далеко не все разбираются в моддинге мафии. Я понимаю, что зрители у меня разного калибра. Ну, я имею ввиду, что кому-то нравится мафия. Кому-то нравится, например, сталкер. Кому-то нравится GTA. Кому-то нравится еще какие-то. Крушки командные, кооперативные. Поэтому пропускало всего 57 человек. Какой, на ваш взгляд, самый лучший отечественный мододел? И с колоссальнейшим отрывом. 74% победил Кайзер. Хотя он неоднократно говорил, утверждал, что он сам считает лучшим отечественным мододелом голода 55, у которого значительно меньше, гораздо меньше модов, но зато они очень оригинальные и очень хорошо проделанные. Поэтому Кайзер дает должное голоду. Ну, побеждает Кайзер по той простой причине, что его знают больше. Он более медийный и более, скажем так, попсовый. Ну, и точно самый трудолюбивый мододел. Это прям у него не отнять. На втором месте Серж Мельхиор. Извиняюсь еще раз у Сергея за то, что я немножечко напортачился его ником. Получился Серг Мельхиор, а он Серж. Извиняюсь еще раз. Он занял второе место. Что было удивлением, у Сержа есть свои поклонники. Но это неудивительно, потому что у него есть паблик ВКонтакте, Мафия, Мафия 2 Мдастрой, на котором большое количество подписчиков свыше 2000. Поэтому у него есть поклонники. Но, понятное дело, что тут в сравнении Кайзер все равно побеждает. Хотя у Сержа очень хорошие моды есть. Например, из Толи Поли, русская версия, как Сэм и Поли отдыхать ходили, где был наш коллаборат с Парадонцем. Классная модификация. А дальше. Третье и четвертое место разделяют Firefox и Goal 55. А Михаил Орлов удосужился всего лишь набрать 4% голосов. Ну, вот так вот, Михаил. У Михаила два мода. Остальные конкурсные. Это крупный Alive Bars, который, естественно, все целуют во все мягкие места. Но, к сожалению, кроме этого, похвастаться им нечем. Да и 28.19 версия вышла, скажем так, не совсем той, которую ожидали увидеть фанаты. Что мы видим дальше? Ну, я решил, что с первым вопросом так все ясно. Поэтому я решил еще один запустить в тот же самый день. Какая, по вашему мнению, самая страшная игра на персональном компьютере? И варианты. Подавляющее преимущество занимает серия Silent Hill. Классическая серия с первой по третью часть. 58%! Это серьезная доминация. Второе место. И, кстати говоря, мне очень приятно, что занимает именно эта игровая серия. Потому что я планирую летсплеить с первой по четвертую, как минимум. Второе место занимает Slender. Это такой инди-хоррор про длиннорукого мужика. Ну, я надеюсь, что это мужик все-таки. Без лица. Это реально очень страшная инди-игрушка. Возможно, как-нибудь мы с вами тоже удосужимся ее пройти. Может быть, даже на стримах. Третье место. Это SCP. Это тоже серия инди-хорроров. В которых входит симулятор поднятия по лестнице. Причем это реально очень-очень страшно. Четвертое место занимает Amnesia. Чуть-чуть ей не хватило добраться до SCP. В Amnesia я не играл. В PinoBru играл. Но говорят, что там довольно мрачно. Хотя врагов там, по-моему, нет. И, к сожалению, пятое место. The Suffering. Видимо, очень мало людей играли в эту игру. Либо они видели мой стрим по этой игре. И им совершенно не было страшно. Как и, собственно, мне. Грустно, конечно, за ту игру. Которая до чертиков пугала меня в детстве. Так, что мы видим дальше? Дальше. Это был день назад. Совсем недавно. Уважаемый опытный сталкер. Пришел ваш черед. Вы много поведали в зоне чуждения. Расскажите, кто из встречающихся тварей потрепал вам больше всего нервов экипировки. И тут, опять же, тотальная доминация. Все топят за старика кровососа. Это, пожалуй, что самый-самый-самый легендарный монстр, который мы встречали на простору зоны отчуждения. И больше всего запомнили встречи именно с кровососом. Если брать тень Чернобыля без модификации, то встречался кровосос там редко. Первая встреча с кровососом была под агропромом. Там, где бандиты были. Там первая встреча была, конечно, эпичная. Здоровская. Вторая встреча была лично у меня на дикой территории. Там бегал один бесхозный такой кровососик. Потом же я только увидел кровососа ближе к концу возле выжигателя. Там бегали, по-моему, три кровососа. Но проблем у меня уже с ними не было. Больше всего проблем лично у меня было с Бюрером в Зове Припяти. Вот там, конечно, они потрепали мне сноровку и нервы изрядно. Поэтому мне было очень грустно осознавать, что за Бюрера проголосовало меньше всего народу. Кровосос 66%. Тотальное преимущество. Тут просто сказать больше нечего. Но, видимо, просто сам попсовый. Или просто детские воспоминания, юношеские воспоминания о том, когда первая встреча с кровососом была, возобладали. Второе место. Дядя-контролер. Хотя вот в тенях Чернобыля совершенно никаких проблем не было у меня разобраться с контролером. Я просто над ним так сильно издевался. Но, видимо, модификации из Зов Припяти послужили контролизатором того, что контролер на втором месте. На третьем месте у нас псевдогигант, который впервые встретился у нас в лаборатории Х-16 на Янтаре. И там он был реально силен, черт яга, силен. Хотя, извиняюсь, друзья, нет, в лаборатории Х-18 впервые мы его встретили. В Х-16 потом он был, да. Там их было даже несколько. Да, очень тяжелый противник, на который нужно было потратить очень много патрон. Или гранат. Парочку F-1. Кидаешь напряжение и все, подрывается. На третьем месте у нас, вернее, на четвертом, извиняюсь, месте у нас Химера. Странно, что сталкер Зов Припяти занял лишь последнюю строчку вашего внимания Химера и Бюрер. Хотя, например, это были вырезаны монстры и они изначально планировались добавляться и в тени Чернобыля. У нас есть множество модов, которые добавляют изломов, обычных зомбаков, котов-боянов и, собственно, Химеру и Бюрера тоже. Но почему-то за них почти никто не проголосовал. Химера 7%, Бюрер вообще жалкий 3%. Очень грустно, но так оно и есть. Ну и, собственно, последнее голосование, которое я запустил совсем недавно, меньше суток назад. Какую игру в кооперативе с Серегой мы будем проходить дальше? Тотальное преимущество, опять же, у Saints Row of the Paird. 48%. На втором месте Half-Life 2 кооперативный режим. На третьем месте у нас пока Resident Evil 5. Там тоже есть кооперативчик. Кто-то будет играть за бобенцу и кто-то будет играть за накачанного мужика. Но, видимо, этому не суждено сбыться, потому что 10% это очень мало. Четвертое место Borderlands 2. Плак-плак-плак. Хотелось бы пройти, конечно же, эту игру, но что-то ее никто не хочет. А про Path of Exile я вообще молчу. Жалкие 2%. Это несерьезно. Ну что, друзья. Это все опросы. Надеюсь, что это побудит большее количество людей голосовать. Голосуйте сердцем. Голосуйте за то, что вы считаете правильным, а не за то, что просит вас. Сегодня в 19.00 будет стрим. Первый стрим по Mafia 3. Игра спорная. Я много ее хейтил. Собственно, сам не играл, прохождение не видел. Но читал комментарии игроков, которые были раздосадованы. И, собственно, смотрел лицензии. Спасибо Турелсу за то, что он скинул ключик. Благодаря ему это прохождение реально на моем канале. Ну что, друзья. На этом закончим. Спасибо всем огромное за внимание. До скорых ярких встреч в новых подведениях итогов опросов. Пока-пока. Успехов. И удачи. Субтитры сделал DimaTorzok